Приветствую вас и хотелось бы начать с того, что вы описываете некоторые аспекты своей жизни, я бы сказал, довольно неоднозначно. Во-первых, кто вам внушил, что если вы не работаете, то вы побуды? Откуда у вас такое понимание этого? Не каждый человек может работать, не каждый человек может зарабатывать, но абсолютно каждый человек может вносить свой сильный склад в то, что он имеет общего с другими людьми. И если вы чувствуете, или как мы говорите, боитесь быть обузой, то это по сути свидетельствует о чрезмерном придании значения, чрезмерном значении, точнее, вашей работы. То есть, если для людей работа это средство заработка, то для вас это еще и средство оккупирования своего страха. Возникает вопрос, кто вам внушил то, что вы, если не работаете, то обузы? Вот просто нужно этот момент с вами разобрать, откуда завелось это понимание. Это искаженная позиция, скорее всего, позиция ваших родителей. Соответственно, они люди своего времени и могут не очень правильно понимать настоящие истинные ценности современного общества. Которые, да, также стимулируют, привлекают человека работать, но при этом уже так сильно обузой его не называют, если он не работает. Это первый момент. Второй момент. Вы говорите о своей низкой самооценке, которая достаточно четко вписывается в то, что я сказал перед этим. То есть, низкая самооценка, страх, быть обузой, это все укладывается в единую картину. Соответственно, почему вы чувствуете себя неуверенными? Откуда у вас заниженная самооценка? На чем она базируется? Какие вы свои стороны считаете слабыми? Вот вы пишете здесь о том, что вы выписали на листок все свои возможности в работе. Это здорово, но лучше бы вы выписали на листок свои сильные и слабые стороны. И поработали бы со слабыми сторонами, чтобы понять, как лучше их купировать и какие из этих слабых сторон можно было бы вам принять. И не стыдиться их, что, вообще говоря, очень-очень важно. Следующий момент. Это то, что вы не хотите работать на дядю. Тогда, может быть, имеет смысл подумать о работе фрилансера, или, может быть, завести свой бизнес. Или, там, устроиться на подработки, или освоить новую профессию, и так далее. Если вы не хотите работать на дядю, это ваше право. Но тогда вам необходимо расширять свой фуказор, в том числе и профессиональных навыков. Далее вы пишете, что у вас нету корочки психолога, а, собственно говоря, без корочки вы не можете, собственно, работать с людьми. Понимаете, как правильно сказал мой коллега Андрей Смирнов, работать с людьми это не только психология, это очень много сфер. В частности, социальная сфера. Другое дело, для чего вы это хотите делать, потому что работа с людьми, она требует много ресурсов и много сил. И вопрос в том, не будет ли у вас эмоционального выгорания. Кроме того, работа с людьми в той форме, в какой вы, как я понял, хотели бы сами ее видеть, значит, она невозможна без работы надежды. А другая форма предполагает самостоятельная организация труда. То есть, вам нужно самостоятельно организовать свой труд так и время, чтобы вы сами могли себя обеспечить. Да, чтобы вы были хозяйкой себе, но чтобы вы могли себя обеспечить. И исходя из этого, можно сделать следующий вывод, что для вас наиболее оптимальным вариантом будет следующее. Устроиться пока на работу стандартную, классическую на дядю, и отложить средства на получение какой-то специальности. Тех же курсов, как сказал мой коллега, да, и так далее. Курсы пройдете, а дальше через интернет и фриланс можете оказывать людям услуги. И это совершенно не важно, какие вы услуги будете оказывать, психологические, юридические, какие-то еще. Главное, чтобы у вас был сертификат, был опыт и знание, а также желание помогать людям. И все у вас, я думаю, будет в порядке. Вот, в принципе, и то, что можно вам сказать. То есть, если есть какие-то проблемы, их нужно сразу решать. Если есть блоки, их можно убрать. Если есть сомнения в себе, их можно развеять и проработать. Если есть желание чем-то заниматься, можно подумать, как лучше оптимизировать свои способности. Кстати, было бы неплохо, если бы вы вот эти способности, которые выписали, предоставили бы нам. Чтобы мы могли их проработать и дать вам более, может быть, точную наводку на то, что вам лучше всего делать. Но все равно, определиться нужно вам. К своим желаниям прислушаться нужно в первую очередь. Так что, думаю, на этом можно закончить ответ на ваш вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо.